дорогие друзья здравствуйте давайте продолжим наше путешествие по книге бытие пятикнижья моисеева тара ветхий завет и танах это глава 6 мы закончили с вами пятую главу на том что но было 500 лет и родил но и трех сыновей сима хама и иофета вот три начала будущего человечества всего того человечества которое расселится по земле земле обновленной потопом то есть омытой как в крещении водой никвой на земле которая была богом снова ввергнута просто состояние первобытности когда она была невинной чиста и помните и дух божий носился над водой или ветер можно так перевести и вот эта земля будет населена потомками ноя глава 6 когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери это конечно не значит что до этого не родились не рождались дочери и каин брал себе жену из сестер и другие потомки каина и сифа и мы не знаем был ли женат авель об этом нам ничего не сказано может быть у него тоже были потомки и далее читаем очень странную фразу которая на самом деле наверное имеет больше всего толкование и вопросов к этой фразе таинственная на очень друзья очень таинственная давайте немножко они поразмышляем и ни в коем случае не хочу сказать что вот 2000 лет 3000 лет были толкование на эту строчку вот пришла я и сейчас дам и истинно правильно единственный конечно не так но мы уже с вами говорили на эту тему что вот еще один угол обзора нам только расширяет горизонт понимания и тогда сыны божии увидели дочерей человеческих что они красивы и брали себе в жены какую кто избрал посмотреть можно несколько переводов я все посмотрела переводятся они в принципе идентичны таким тоже образом смысловым какие есть на столкование на эту загадочную таинственную строчку библии несколько приведем быстро одно из них то что цены божии это потомки сифа того именно сифа дети кого начали вспоминать бога помним да и упоминать имя бога и обращаться к богу то есть вспомнили что они творение божие и это линия сифа которые но и кстати это назывались они могли могли и говорится об этом в древних толкованиях и в медражах назывались они сынами божьими вот они увидели дочерей чьих человеческих то есть потомков именно каина тех кто не вспоминал бога те стали строить города и опираться только на себя и называть города именами своими собственными вспоминая о том что они вот только-только были изгнаны из рая и еще прямые потомки адама практически внуки поэтому есть такое толкование они когда то есть настолько стали смешиваться эти два рода что уже не было возможности кого-то из них спасти это одно из толкований другое толкование которое очень популярно было как раз во времена до рождения христа когда толковалась это место писания священного среди раввинов древних раввинов давних раввинов так скажем еще до второго храма здесь говорилось о том что именно сыны божии это ангелы потому что ангелов тоже называет описание сынами божьими как это неудивительно и многократно они ангелы было им позволено брать дочерей человеческих себе жены по какой причине позволено что объясняет медража одно из объяснений что они говорили что человека и помните мы с вами тоже об этом говорили не надо творить что он падшее существо и не исполняет заповеди не будет исполнять повеление бога и господь им говорит что не просто жить на земле совсем не просто и ангелы ему возвращались мы должны помнить что это медраж медраж это так скажем просто описание человеческой мыслью притчей так скажем какого-то каких-то мыслей в данном случае толкование строчке строчки и а и господь им сказал идите на землю посмотреть легко ли жить на земле они спустились на землю увидели что мы очень красивые женщины у людей и стали с ними сходиться и от них родились исполины как мы сейчас будем далее читать такое еще толкование на раши например что это сыны божьи это судьи уже были назначены тогда судьи патриархи и они должны были нести слово божие судьи оставили свое занятие свое предназначение стали просто жениться на тех кто бога не помнил чисто человеческих потомках это еще такое примерно такого смысла толкования и сказал господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками потому что они плоти пусть будут не и сто двадцать лет мы до этого видели с вами то что жили по 900 мафусаил вообще прожил девятьсот восемьдесят два по моему года и семьсот восемьсот лет и бог видит что грех умножается жизнь очень длинная и за эту жизнь грех настолько умножается что суть плоть то есть никакого духа который бог поместил человека там не остается просто для духа уже не было места все плотское все суетно все вокруг себя вокруг своей жизни на этой земле и забывает человек и забыл что он единственный кто совмещает себе земное и небесное то может у кого есть способны все земное все тленное привести к небесному если человека это забывает то больше некому всю землю вести господу бога всю землю бывший сплять если сам он это не делает человек так не сокращается человек и в то время были на земле исполины вот те которые родились от сынов божих и сынов человеческих я конечно больше склоняюсь что это именно потопки сифа соединились с потомками кайна потому что если допустить что это ангелы получается некоторая нестыковка то есть господь сам ангелов отправляет на землю посмотреть что и как как пишет древний мидраж а потом всех же и наказывают за то что они совокупились женщинами земными и нарожали вот этих исполинов причем исполины слово вот это еврейское нефилим переводится не просто как исполины гиганты а еще и как нечестивые скверные поэтому здесь возможно и такой перевод что народились на земле скверные которые ничего не боялись то есть миллион огромной силы и никакой совести таска особенно с того времени как цены божьи стали входить дочерям человеческие они стали рождать им это сильные и земля славные люди вот то что мы сказали они называются сильными славными может здесь это слово какое странное славное то они вдруг и исполины видите если мы точно посмотрим перевод который может быть не просто гигант а еще и сквер на эту конечно славные уже не сочетается и здесь странная бог так сильно гневается они славные то есть русском переводе немножко есть какое-то противоречие скорее это можно сказать что храбрые мужество ничего не боящийся вообще ну гиганты в плане вот своего вот этого вот дерзости очень сильные с самого их рождения поэтому они как можно издревле то есть самого своего рождения они таковы и увидел господь бог что велико развращение человека поэтому конечно славно здесь не очень хорошо подходит перевод вот скорее храбрые безбашенные так скажем развращение человека на земле и что все мысли полностью сердце их были зло во всякое время то есть все время что жил эти люди уже на земле было зло где кажется потомки сифа да если это ангелы сходились как пишет некоторые толкователи с людьми человеческими то есть потомками адама то простите тогда где тогда потомки сифа которые помнили бога и возносили ему молитву именно конечно можно предположить как я склоняюсь к этому предположению трактовки экзегези что именно действительно потомки сифа стали сходиться с каинитами и никого не осталось кто помнил бы бога на земле эти у них были храбрые бесшабашные постоянные войны только этим практически занимались там не было уже духа человеческого того что связывалось с небесным человека зло это не просто там насилие разбой и прочее а зло называется вообще в писании зло это когда человек забывает творца поэтому все остальное только уже исходит из состояния человека забывшего что творец это начало и суть всего на земле и человека тоже и раскаялся господь что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем ну конечно мы понимаем что это нам написано антропоморфным языком конечно господь не раскаивается и ник скорбит потому что он планы его домостроительному все это знал и видел не то что это предопределил он просто это знал и видел он видел и знал как поступит человек потому что это его творение понимаете не то что мы при предопределим например выпуская какую-то голуби почтового что он вернется что по-другому просто не сможет нет мы просто знаем что он вернется он возвращается а не потому что у него нет никакого другого выбора я так конечно год уже воспитан и на дрессирована сам суть что он может в общем-то полететь куда хочет мы пока в сами 6 а голуби знаем практически точно что он вернется как последствий но и будет до выпускать голуби из ковчега то господь бог творит всего и вся конечно знает все абсолютно поэтому здесь это речь идет о том что бог увидел какого человеческое состояние человека на земле пришло время когда надо что-то делать с человеком чтобы исправить эту ситуацию и сказал господь истреблю с лица земли человеков которых я сотворил от человека до скота и гадов и птиц небесный истреблю ибо я раскаялся что создал их конечно и раскаялся по-человечески написано нам и далее читаем а но и но и же обрел благодать перед очами господа вот житие но и что значит обрел интересно если переводить то можно перевести двояко но и обрел благодать перед очами господа и также что бог был благодать в очах но я то есть бог мной помнил бога то благодать на этой земле бог в очах но и интересно здесь такой двойной может быть перевод с иврита вот житие но и но и был человек праведный и непорочный вроде своем но и ходил перед богом опять вот это вроде своем сколько толкования не говорили что нет на самом деле он чуть ли не разбойник только потому что они это толковать или так толкует потому что весь род был настолько извращенным туда же такой вот как ной пьяница и так далее итог был праведным ну понимаете опять таки скажем как говорит хорошо один учитель что комментарии всегда говорят больше практически сто процентов говорят о тех кто их пишет нежели о тех о ком они написаны это правда и так но и был праведный непорочный вроде своем то есть он был в том роде как он жил действительно не порочен даже было ему крайне трудно потому что конечно если вокруг тебя благочестивые люди те гораздо проще быть благочестивым с ними вместе а так как если вокруг развращенный то быть непорочным очень тяжело это говорят другие комментаторы вознося ною похвалу но и ходил перед богом мы помним что абрам и тоже ходил перед богом и вообще это как когда такая фраза в библии звучит как кто-то ходил енох ходил перед богом это говорит о том что праведный этот человек но он ходил авраам был вообще перед богом постоянно находился напротив то есть он как бы можно сказать как говорят некоторые толкователи что авраам уже более скажем продвинутый общался с богом был перед богом постоянно она и как бы ходил но и родил трех сыновей сима хама и афета интересно перевод этих имен значение сим означает имя просто имя знаете как интересно назвать своего сына как зовут твоего сына и имя здорово правда но если говорить более глубоко то это имя всему и на всему что будет на этой земле уже исходить из рода сима имена народа всевышнего знаем что-то синит и и хам переводится как плата а и афет красота кстати сил еще можно не просто имя ну слава еще переводит до слова и имя это 7 ты те кто понесет закон божий хам больше его потомки сына хана это те кто населит будет населять африку вот темнокожие люди и афет это европейцы будущее красота эстеты и распространение они много-много распространяться по земле напомнить на предыдущей главе читали до родословие там имена сыновья но и не расположены по возрасту скорее по ну не тропишу что по значению для людей но на самом деле если почитать знатоков еврита топ вообще в еврите древней еврите было такое расположение слов что сначала писались короткие слова это практически везде а потом уже более длинный так что даже не связано с особым значением имен и евреев и идеи как некоторые пишут надо сказать что имена сыновей но и имеет также пророческое значение сим например прородители брама и через него мы знаем придет мессия пришел хам по своему характеру бы горячие неукротимы чувственные а потом киафета расселились по всем континентом как и говорит далее нам писание дух святой явлен не только в именах который но и дал своим сыновьям но кстати в тех благословениях и проклятиях о которых мы будем читать чуть позже которые он изрек для своих сыновей али читаем интересно но и родил трех сыновей мы прочитали а далее но земля рослилась перед лицом божьим и наполнила земля злодеяниями почему же все-таки вся земля уничтожена мы с вами об этом говорили предыдущих главах потому что вся земля через человека должна была обоживаться над она должна она дана была в руки человеку она от него полностью зависит и сейчас зависит поэтому если человек пал с ним пала и вся земля всех кто ее населял вся земля наполнилась злодеянием вся и животный мир и прочий мир и человек конечно из которого упала земля мир земной и возрел господь бог на землю и вот она растлена растлена ибо всякая плоть извратила путь свой на земле то есть там вместе почитать конечно у кого теле и метроши и вот которые описывают в притчах там в рассказах надо еще раз скажу это литературное писание в коем случае не соперничающие с торой и так далее ни в коем случае человеческое воззрение нам она интересно как история как тебе что представлялась в то время толкование священного писания потому что говорили что на самом деле происходили какие-то скверные совершенно вещи между животными которые могли уже путать свои роды мы знаем животные друг другом не сообщаются здесь происходило что-то нечто невозможное и сказал бог ною конец всякой плоти пришел пред лице моей ибо земля наполнилась от них злодеянию видите от них и вот я истреблю их земли то есть невозможно было уже ничего поправить настолько грех укоренился в человеке сделай себе ковчег из дерева гофер это акация мы знаем отделение сделай в ковчеге и смоли его смолой внутри снаружи иногда говорят а чё же в господь бог комментаторы тоже и спрашивают такие вопросы люди почему он сразу не дал какой-нибудь вот такой ковчег какой построили на дальше считаем сейчас я объясню и сделайте это так длина ковчега 300 локтей ширина его 500 локтей высота его 30 локтей то есть получается небольшой 30 30 локтей локоть это 50 сантиметров примерно вот и считаем небольшой ковчег конечно он не маленький 15 получается метров высота но как туда взлезло столько животных мы отвечаем конечно это чудо божье но почему что маленький ковчег не дал господь и бедный но и столько времени сто с лишним лет строгал этот ковчег а потому друзья что человек должен должен присутствовать должен участвовать в своем спасении без этого он не будет человек он будет просто растением даже камнем и сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху и дверь в ковчеге сделать сбоку его устрой в нем нижние 2 и 3 то есть получается сводчатый такой верх интересный как купол и вот я наведу на землю потоп водный чтобы истребить всякую плоть который есть дух жизни вот этот дух жизни который извратился должен быть истреблен и земля пришла в свое девственное состояние какая какой она была до грехопадения под небесами все что есть на земле лишится жизни для того чтобы этот рот порочный не продолжался мы же понимаем что все что на земле существует у бога нет мертвых у него все живы поэтому если здесь это истреблено то мы знаем что конечно души не погибли мы помним по новому завету что с ними дальше происходило и так но с тобой я поставлю завет мой вот видите еще завет с моим то есть каждый раз когда господь совершал свое домостроительство важные на земле он с человеком заключался завет и войдешь ковчег ты и сыновья твои жена твоя и жены сынов твоих с тобою если точно посмотреть нам писание более четкие слова здесь более подходящие имеющие конечно огромный смысл и с тобой я возобновлю завет мой друзьям и как это важно то есть завет был саддама мы помним земля сейчас вся покроется водой останется ной это не будет завет другой это завет возобновленный тот который был заключен с адамом еще в раю и поэтому человек должен продолжать свою работу на этой земле для того чтобы приводить к небесному к богу через свое одухотворенную состояние на этой земле через свою духовную жизнь и по и восстановлю завет мой и пойдешь в ковчег ты и сыновья твои жена твоя и жены сынов твоих с тобой здесь тоже много разных толкований но во всяком случае мы не будем уходить в дебри вся семья с ноем прошла в ковчег это на самом деле очень страшно представить весь мир погибнет ненеры были друзья и знакомые и родственники еще какие-то все должны погибнуть но как именно и переводится умиротворенный спокойный покой то пишут толкователь что мной достаточно спокойно к этому всему относился ну если бог так сказал пусть так она и будет видите также в ковчег из всякого скота из всех гадов и от всех животных всякие плоти попали чтобы они остались с тобой в живых мужского пола и женского пола пусть они будут удивительно то есть говорит на опять таки толкование что некоторые животные пришли сами а кого-то пришлось но ее искать и приводить из всех птиц породу их из всех котов породы и всех приспускающих по земле породу их и всех попали войдут к тебе чтобы остались живых с тобою мужского пола и женского пола то есть для того чтобы они смогли конечно размножиться здесь мы все это понимаем ты же возьми себе всякой пищи какой питаются и собери к себе и будут она для тебя и и для них пищу то есть друг друга тут конечно никто не ел корчейки и сделано все как повелел ему господь бог так он и сделал вот такой чудеснейшие спасение обновлением мира омытье его крещение от греха буквально водой как мы видим опять таки вода и опять таки омовение то что мы делаем с вами в крещении избавляясь от всего ветхого вот это плоти где негде жить духу божьему все это это человеческое ветхое избавляясь от него в крещении мы продолжаем эту работу всю нашу жизнь и не то что мы все время опять-таки возвращаемся как малые дети к началу а постоянно идем вперед для того чтобы нам не топтаться на месте а избавляться от этой ветхости потому что если от плоти вот этой плотского суетного не избавляться от того что мы не помним да что есть творец его его рука все вот это забвение наше если не избавляться от него как в забвении жили сыны и дети и потомки каина мы не можем войти в ковчег спасения потому что в ковчег спасения входит только тот кто был праведный вроде своем кто ищет бога и кто не имел себе всю суть плоти где духу святому жить было негде поэтому господь и дает спасение но и для продолжения рода человеческой и возобновляет с ним завет который был саддамом возобновляет в его лице со всеми человеками которые будут рождаться от его потомков но и вот мы закончили шестую главу всем радостного размышления и мира мира а